Индекс продовольственных цен на мировой бирже достиг максимальной отметки. Иными словами, теперь поход в магазин – удовольствие не из дешевых. Ценники с цифрами 100-150 рублей за килограмм немытой моркови вызвали ульяновцев ряд вопросов. Исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаил Семенкин считает, что повышение стоимости продукции – следствие комплекса объективных причин. Среди них, помимо роста цен на удобрение и технику, экспорт продуктов. Экспортерам было интересно экспортировать всю продукцию растеневодства за пределы нашего государства. Вовремя, конечно, включился вопрос, касающийся регулирования экспортных отношений в отношении сырья сельскохозяйственной продукции. На Минсельхоз России в сегодняшний день уже введены квоты экспортные, в том числе экспортные пошлины, которые на сегодняшний день регулируют ситуацию, касающуюся рыночных отношений. В планах регионального Минсельхоза к началу августа начать проводить мини-ярмарки рядом с крупными гипермаркетами. Как подчеркнул министр, это создаст конкуренцию, и предприниматели пересмотрят цены образования. Однако депутаты считают, что прежде всего необходимо создавать условия для реализации товара на прилавках круглый год, а не в срочном порядке. Рынки города далеки от идеала. На центральном – грязь, мусор и разбитая дорога. Такая же картина повторяется на оптовой базе ГАЭ-100. «Такого убитого рынка в полмолчь не найдешь, как в Ульяновске, центрального рынка. Это наш позор. Там вечный мусор, который набирается, и вроде ремонт делают, но там же не для людей дело сделано все. Вот сплавили его, сбагрила городская власть его частнику, а кто-то частник спросил, ты когда асфальт положишь?» Ответа на высказывания от докладчика не последовало. Депутаты сошлись во мнении, что необходимо создавать условия не только для покупки товара, но и для его продажи. Кроме того, нынешняя ситуация требует постоянного мониторинга. Своевременный контроль цен на базовые продукты исключит эффект неожиданности и поможет в кратчайшие сроки принять соответствующие меры. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.